После матчевой пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера футбольного клуба «Родина-М» Позняков Евгений Витальевич. Ваш комментарий? Поздравляем команду «Зорький» с победой. Желаем удачи в дальнейшем чемпионате. Комментарии в следующем пропустили. Быстрый гол. К сожалению, ребята не смогли сразу включиться в дальнейшую борьбу. Также второй быстрый гол. Буквально за 10 минут пропустили два мяча, что немножко выбило нашу команду из колеи. Не позволило выдержать тот план, который был на ИГУ предусмотрен. Поэтому, к сожалению, быстрый гол. Из борьбы, так сказать. Но хочется отметить, что во втором тайме ребята вышли и создали острый эпизод около ворот соперника. Даже после пропущенного мяча с пенальти команда не выключилась. Боролись. Два удаления во втором тайме. И даже восьмером команда не пустила руки. Продолжала бороться. Не позволила сопернику забить и увеличить счет. Товести до разгрома. Огромное благодарность своего вратарю нашему Максиму Асину. Выручало очень много во втором тайме. В эпизодах, где могли пропустить. Скажите, пожалуйста, вы в прошлом туре играли против Ленинградца. Семь голов пропустили во втором тайме. Похожи матчи или нет, на ваш взгляд? Матч чуть разный. Опять же говорю, потому что мы пропустили быстрый первый, второй мяч. И немножко план на игру был сломан. Если мы с Ленинградцем первый тайм отыграли на ноль, а во втором тайме вышли... Не вышли, вернее, так можно сказать, из раздевалки. Поэтому разные матчи. Здесь во втором тайме мы все-таки показали характер, что даже при счете 4-0 мы не опускаем руки. Мы стараемся доигрывать каждый эпизод. Ну и опять же, богатарность вратарю, который смог выручить в тяжелых эпизодах и ситуациях. Коллеги, есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Спасибо.